Разбитые окна и покосившийся фундамент. Именно так сейчас выглядит старое здание Дома культуры, построенное в 1981 году. Некогда центр притяжения всей культурной жизни Нижней Пёши. Наверняка на этой сцене выступали местные коллективы. Ну а сейчас здание облюбовали подростки. Надежда Михайлова не раз гоняла молодежь из старого здания сельского клуба. Она живет в соседнем с аварийным зданием доме и не на шутку обеспокоена. Сколько это можно терпеть, да поры до времени. Ведь пороховая бочка, мы не успеем выскочить, тут бензин. Тут, ладно, у меня ничего нет, но бензин-то или солярка. Мучаются и сами работники Дома культуры. Уже несколько лет они ютятся в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Занимаем здесь три кабинета. В этом кабинете у нас работает пять специалистов и аккомпаниатор, и художественный руководитель, и культорганизатор, и руководитель кружка. Здесь же размещается часть костюмов, атрибутов необходимых. Здесь нет ни одной розетки, ни одного окна. И мы только живем в ожидании, что у нас вот-вот случится строительство нового здания Дома культуры. При всем при этом творческий потенциал у работников культуры весьма внушительный. На базе ДК занимаются 12 формирований. Из них одна треть – это дети. Путешествуют по соседним селам и деревням, участвуют в международных конкурсах и занимают призовые места. Вот так у нас все происходит. То есть у нас тут и Дом культуры, и мы тут с теннисом. И теннисом занимаются? Да, и не поем. И какая-то кружковая работа, да? Караоке там, дети приходят здесь тоже. А где караоке? Где караоке? А выносят. А, выносят, да? Потому что, я и говорю, про расписание. То теннисом занимаются, то музыкальные мероприятия. Такой многофункциональный зал получается. Это, ну, оно не должно быть так. Как сообщил Юрий Бездудный, решение о сносе Старого дома культуры уже принято. Из окружного бюджета на эти цели выделят порядка двух миллионов рублей. К сентябрю аварийную деревяшку должны снести, и сразу после на освободившемся месте в центре посёлка построят новое здание. В нём будут предусмотрены помещения сразу для нескольких учреждений, в том числе и библиотеки, которая сегодня находится в плачевном состоянии. У нас возникла вот буквально в этом году зимой проблема. Мы обнаружили, что ледяные накопления, которые образуются за зиму, они просто-напросто уже стаскивают у нас шифер с крыши. Мы боимся, что мы останемся совсем без крыши. Что ещё? Перелом здания, его вот эта деформация, так сказать, из-за того, что фундамент практически уже отсутствует, ведёт к тому, что у нас опять возникает очень большое опасение, что у нас просто-напросто сломает систему отопления. И это всё, это будет... Совершенно очевидно, что нужно новое здание. Никакими капремонтами уже исправить положение нельзя. Потому что в таком состоянии здания здесь, конечно, библиотеки быть не может. Посетил Юрий Бездудный здание Пёшской участковой больницы. Здесь необходимо провести капитальный ремонт. Больше всего медиков волнует состояние крыльца, септика и санитарной комнаты. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил Сергею Сверидову как можно скорее начать восстановительные работы. Это необходимо для безопасности пациентов и персонала. Заглянул Юрий Бездудный и в аптеку. То есть идёт запрос от населения, вы формируете заявку и вам привозят? Да. Весь ассортимент? Нет, не весь. Что не привозят? Какие нужны лекарства? Ну, желудочно-кишечные на сегодняшний день. Мази маловато. Мази суставные, да? Да, да. Суставные мази. Понятно. А по ним запрос идёт постоянно. Также в ходе рабочей поездки Юрий Бездудный осмотрел детский сад и школу, а после провёл встречу с населением и личный приём граждан. Что вызывает тревогу, озабоченность и что требует вмешательства? Безусловно, требуется ремонт участковой больницы. Она в таком состоянии, что обычным ремонтом обойтись уже невозможно. Далее, библиотека. Увлечённый человек работает в библиотеке. Именно увлечённый. А библиотека совершенно не в соответствующих условиях. И сразу же в этой связке идёт и дом культуры. Дом культуры старый требует сноса. Есть уже проект по сносу этого дома культуры. Появляется участок. И на этом участке есть смысл строить современный дом культуры со всеми необходимыми опциями. В том числе и с библиотекой. Вот, казалось бы, из социальных объектов это основные. И, естественно, как во всех населённых пунктах, необходимо строительство жилья. Мы вот с Галиной Александровной только что сейчас прошли мимо двух домов, которые уже в таком состоянии, что не сегодня, а завтра их поведёт. Требуется строительство новых жилых домов. Особую озабоченность вызывает молочно-товарная ферма. По ней надо вообще отдельное решение принимать, совместное вместе с главой, с заполярным районом, каким образом приводить её в соответствующее состояние. Кроме того, в ходе визита в Нижнюю Пёшу обсудили вопрос берегоукрепления. Ситуация близко к критической. Линия берега подошла к жилым домам. Юрий Бездудный поручил профильному ведомству выходить с этим вопросом на Министерство природных ресурсов и заявляться на участие в федеральной программе по берегоукреплению.